Время новостей 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 Торжества продолжились в Доме культуры. Здесь состоялась церемония вручения медалей и памятных подарков лучшим школьникам Пушкинского района. Золотые и серебряные медали получили 85 выпускников. Спасибо им огромное. Спасибо всем. Мы очень благодарны нашим учителям, которые дали очень много нам, что мы получили эти медали. И я думаю, только благодаря ним мы достигли таких высот. Бурными аплодисментами зал встретил последний звонок, прозвучавший со сцены. Закончилось это красочное мероприятие фееричным выступлением звезды российского шоу-бизнеса Прохора Шаляпина. Линия судьбы, линия воды, линия воды, активная, противная. Но я тебя дайду, я тебя дайду, я к тебе приду. Прекрасная, спортивная. Оксана Савельева, Александр Девкин, телеканал Твой Пушкинский. Щедрый подарок ко Дню рыбака сделало Пушкинское общество рыбаков и охотников для всех отдыхающих на Алешинском пруду. Какой? Расскажем далее. День рыбака для Пушкинского общества охотников и рыболовов оказался совсем не праздничным. Председатель общества Владимир Смольков встретил нас на Алешинском пруду, в который за 12 лет было вложено столько сил, средств и его нервов. Место, во-первых, неплохое. Вода здесь чистейшая. Одна из самых... Речка Ольшанка одна из самых чистых речек в Пушкинском районе. За эти 10 лет, которые мы здесь, так сказать, трудились, здесь запускали, начиная, запустили, первым делом запустили Аммура и Толстолобика. Они быстренько почистили нам этот водоем. Карася много запустили, много запустили карпа. Запустили сюда леща. Платву хорошую мы запускали. Окунь здесь такой же, до полтора килограмма подался. Такой вот. Карпов мы ловили, ну, 15 килограмм. Это были такие, реально. После чехарды с принятием и отменой законов о платной рыбалке, реорганизации рыбоохранных структур, под общий каток попали и здоровые начинания. Ну, мы начинали, я помню, здесь у нас начиналась рыбалка, там, 100 рублей за весь день. И там 5 килограмм разрешалось рыбу выловить. Сейчас по требованиям на рыбопромысловый участок надо еще кого-то получать. Это я, получается, что... Мало того, что я привез несколько тонн рыбы, запустил, я на эту рыбу еще должен получить квоту. Разрешение? Значит, официально получить разрешение на вылов этой рыбы. Вы понимаете, сам же я ее запустил, сам ее ращу, и сам должен получить еще квоту. А ей все это записать, запротоколировать и отчитаться. К стандартным проблемам оформления чиновничьих бумаг с некоторых пор добавилась и борьба с новостройкой, которая в начале строительства вообще оставляла отдыхающим всего 5 метров прибрежной территории. Я не могу, так сказать, оценку делать юридическую, правовую. Кто разрешил пахотные земли отдать под коттеджное строительство. Наши, так сказать, потомки спросят потом и расставят все над «и». А сами понимаете, когда по соседству вся береговая линия застроена коттеджами, то вся вот эта, так сказать, жизнедеятельность будет в воде. Вот так. Впрочем, как и всегда у нас в России, только люди соберутся сделать все по-человечески, по-хозяйски, с ответственностью для себя и для тех, кто уважает землю, на которой живет, появляется бдительное чиновничье око, которое под предлогом отстаивания прав народа одной рукой запрещает этому народу охранять природные богатства, а другой разрешает здесь же строительство коттеджей. В общем, грабь награбленная. Ну, рыбу ликвидируют как у нас, как ненужный элемент, потому что, сами понимаете, гастарбайтерам, которые строят дома, им кушать хочется. Поэтому здесь всю ночь орудуют бригады, которые водоем, так сказать, черпают. Поэтому пока, так сказать, не поздно, я хочу всех предложить, ребята, приезжайте, ловите, в удовольствие получайте. Рыбы еще здесь есть, за 10 лет здесь рыба еще сохранилась порядком. Приезжайте, ловите, лучше вы поймайте ее на удочку, получите какое-то, так сказать, удовольствие, чем здесь хапуги сетками все выцедят. Месяц назад пушкинское общество прекратило зарыбление Алешинского пруда, сняло охрану, перестали снимать сети и ловить браконьеров. За месяц берега покрылись мусорными свалками, мостки утонули, а вагончик просто украли. Поэтому поздравление Владимира Смолькова звучит как просьба. Приезжайте, отдыхайте, но если вы еще чувствуете себя хозяевами этой земли, а не приезжими гастарбайтерами, помогите защитить от браконьеров то, что нарабатывалось годами. Я хочу всех поздравить, во-первых, с этим Днем Рыбака, да, и сделать, так сказать, всем подарок. Всех добро пожаловать на водоем Алешинский. Здесь вас ждут большие-большие карпы, щуки. Рыбы здесь еще достаточно. Пока есть возможность, приезжайте, отдыхайте. И единственная большая просьба, после себя оставляйте хоть какой-то порядок. В общем, ни хвоста вам, ни чешуей, уважаемые рыбаки. И можете смело по традиции послать нас к черту. Петра Кузнецова, Евгения Ромашихина и телеканал Твой Пушкинский. Поздравляем всех с Днем Рыбака. В физкультурно-спортивном комплексе Пушкина впервые прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Молодежи. Моя коллега Оксана Савельева побывала там и готова поделиться подробностями. День Молодежи в Пушкина встречали легкоатлетической эстафеты, в которой приняли участие воспитанники детских лагерей Пушкинского района и курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Состязались в беге и ловкости около 200 подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Соревнование было жарким во всех смыслах. Под знойным солнцем ребята упорно боролись за призовые места, демонстрируя невероятную волю к победе. В перерывах между забегами соперники и болельщики могли подкрепиться на полевой кухне. Традиционно всех желающих бесплатно угощали гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем, приготовленными профессиональным поваром. Я всю жизнь работала поваром, и с ребятами я ездила до пожара, поваром в Рязани выезжали. Так что болевая кухня, это мой дончик, призвание, скажем так. По завершении соревнований судьи подвели итоги, и наступил самый долгожданный и волнительный момент – награждение. Участники, занявшие призовые места, получили медали, кубки и дипломы. Остальным ребятам подарили памятные значки участников соревнований. Организаторы мероприятия надеются и в следующем году связать празднование Дня молодежи с интересными спортивными мероприятиями. Такая легкоатлетическая стафета проходит первый раз у нас в Пушкинском районе. Надеюсь, что будет продолжаться в следующем году. Популяризация спорта в Пушкинском районе. Оксана Савельева, Владимир Парфенов, Марина Кубина, телеканал «Твой Пушкинский». Наши дорогие телезрители, как и обещали, с июля новостные выпуски на телеканале «Твой Пушкинский» будут выходить два раза в неделю. Так что наша следующая встреча состоится уже 2 июля в 22.00. Что ж, на сегодня это все. Что будет дальше, покажет программа «Время новостей». Я с вами прощаюсь. В студии была Алена Анчукова. Ярких летних дней и вечеров вам. Удачи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин